друзья всем привет из сочи сегодня 27 февраля 2021 год сегодня суббота и я сразу хочу сделать несколько объявлений рекламного характера итак первое что я предлагаю это такую объявить акцию народный прогноз народная акция то есть теперь каждый я подчеркиваю каждый каждый кто меня смотрит может снять себя на телефон я подчеркиваю на телефон снять свой прогноз сделать абсолютно любой прогноз на абсолютно любое событие неважно пусть это будет бильярд там не знаю формула-1 все что угодно вы можете это снять ребята да да прислать мне на телефон и совершенно бесплатно я это размещу у себя на канале вот и все главное условие это ролик должен соответствовать правилам к ютюба то есть контент не должен содержать чернухи порнухи мата и так далее там пропаганды значит этих вещей которые не потребны сами тоже не матерюсь не пью и не курю в одиночку вот значит поэтому поэтому вот так вот такое меня ко всем вам предложение кто меня слышит кто меня смотрит большое спасибо за поддержку многие люди возвращаются вот группы сегодня два человека в группу вернулись я не знаю где не были они общем-то походили где-то поискали они опять вернулись и большое спасибо за это то есть я продолжаю работать я не останавливаюсь несмотря ни на что в прошлом году началась пандемия и с марта по июль и ко мне ни один человек группу не добавится тем не менее каждый день выпускал ролики про белорусский чемпионат про испанский про германский как начался в мае месяце то есть я работу не останавливаю значит собака лает караван идет это первое соображение присылайте все свои видео прогнозы видео почему значит у меня и знакомые мы скажем так по интернету мы познакомились и стали переписываться но там по футбольным там делам а мальчик из беларуси которому 10 лет он практически все его все результаты угадал значит лиги европы вот характерный пример но пока он стесняется но если вы не стесняетесь снимать себя на видео то пожалуйста присылайте мне ваше видео теперь второе объявление тоже один из моих партнеров зовут его эдуард он открыл свой телеграм-канал и попросил меня прорекламировать это телеграм-канал я любезно согласился пожалуйста найдите в комментариях к этому видео ссылку на его телеграм-канал перейдите туда зарегистрируйтесь подпишитесь и побудьте вы на этом канале с эдуардом эдуард дает очень хорошие прогнозы проходимость тоже примерно 8 9 из 10 вот иногда бывали сто процентов вчера например у нас например у меня был практически сто процент но если брать например что я сказал значит если вы хотите играть вчера был вы баскетбол da4 матча пропустили Почему? Я смотрю его статистику Пропустили, потому что Зенит слил в пятницу У всех руки опустились Понимаете, что значит Зенит слил? А зачем брать Зенит? Зенит и так идет в восьмерке В Валенсии нужно попадать Понятно, что Валенсия после такой череды поражений Должна была как-то встрепенуться И попытаться обыграть Зенит демотивированный Зенит слил почему? Только я разбираю статистику Только я объясняю подноготную Какую подноготную? Зенит не выиграл ни одной четверти по подборам По подборам ни одной четверти команды Это говорит о том, что совершенно Безвольный был стопроцентный Я не хочу говорить слово договорняк Слив, да? Но Цервена вчера с Барселоной как сыграли? Откройте, посмотрите статистику Как играет Цервена с Барселоной Первый четвертый 20-15, 20-15, 20-15 Каждый раз, понимаете? Как они вчера сыграли? 21-16 Вот так вот мы работаем Бери эту статистику Бери эту Цервену, эту Барселону И ты знаешь, что каждый раз через раз Они сыграют Первый четвертый Если они не сыграют, что делать? Только я говорю В следующий раз, когда они будут играть Ты опять берешь, что они сыграют Примерно 20-15 Все равно они потом сыграют Вот, поэтому баскетбол играйте Только в Мелбете Кто меня смотрит И скажите другим своим друзьям Тоже подписаться Такой аналитики, как у меня Нет ни у кого Ну, хотя бы потому, что баскетбол В принципе никто не делает А так как я делаю баскетбол Так как я его разбираю Никто вообще не разбирает Потому что вдоль и поперек Вы знаете, что я черчу таблицы Графики Значит Почему? Потому что я бывший игрок На бирже Скажем так Трейдер не игрок На бирже не играют На бирже там торгуют Вот Играем мы здесь Почему мы играем? Потому что здесь есть элемент случайности У нас Понимаете? На бирже есть тоже элемент случайности На бирже у тебя или деньги Или акции Например Я вот купил норильский никель Да, он упал Вот Я его еще купил Он еще упал Я еще купил Понимаете? Вот я такой упертый Я верю в норильский никель Потому что я норильщанин Я верю в свой родной город Свой комбинатор Я знаю, что он вырастет Понимаете? А здесь, если ты ставку поставил А не зашла Это и называется игра Но игра по стратегии А стратегия какая? Если эта ставка не зашла И ты должен уже понимать Когда ты делаешь эту ставку Что ты будешь делать Если она не зайдет Что ты будешь делать? Как ты будешь отыгрываться? Поэтому Если ты не знаешь Как ты будешь отыгрываться Не надо брать эту ставку Вот и все Потому что если она не зайдет и ты не сможешь сыграться значит все вот но вот то есть хорошая новость значит баскетбол играем в мой быть переходите по ссылке закрепленных в комментариях и регистрации мы быть и самые шикарные опции на баскетбол супер тотал супер фора даже если вы про и ваша ставка проиграла вам деньги возвращаются да 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 вы не ослушались напишите мне в комментариях я вам отвечу или позвоните мне на телефон вот поэтому хорошая новость заключается в том что если например вы берете в день несколько ставок несколько ставок и у вас одна не зашла остальные зашли у вас день плюсовой все вы перевернули вот так эту страницу и пошли дальше не нужно отыгрывать уставку которая у вас не зашла ну конечно если там на следующий день они опять играют там то и есть определенный вид не туда можете там поэкспериментировать и так переходим к непосредственно основной части нашего ролика это матч английской премьер-лиги манчестер сити вест хэм здесь очень простое соображение матч играется первым я не здесь не жду много голов это первое вот и я не вижу здесь у манчестер сити больше двух с половиной голов эта стратегия себя оправдала эта стратегия называется против участников лиги чемпионов те команды которые играли в лиге чемпионов особенно те которые выиграли особенно те которые забили много голов они следующую игру в чемпионате сливают сливать или как-то значит забивать мало голов и так вести вест хэм здесь может победить легко вообще почему манчестер сити идет чемпионате на первом месте манчестер сити большой отрыв значит смотрим какой отрыв в 10 очков 10 очков все вопросов нету на следующий манчестер на этот идет 49 у манчестер сити 59 лестер тоже 49 лестер слил лигу европы да а вест хэм идет на четвертом месте так вот если вест хэм выиграет он закрепляется на третьем месте понимаете поэтому моя ставка против манчестер сити здесь как ни странно и не парадоксально давайте смотреть коэффициенты 127 дает на манчестер сити вот они редко забивать больше двух голов этому вест хэм вот 5-0 было в девятнадцатом году 4 1 но это было какой-то какой-то товарищеский значит поэтому здесь просто я думаю что вест хэм соберется и даст бой вот короче моя ставка в манчестер сити тотал два с половиной больше и здесь можно конечно покопаться фолы там желтой карточки там угловые и так далее значит теперь что касается я думаю что все-таки в этом матче будет меньше три с половиной гола мне так я думаю что манчестер сити как-то засушит не даст сам не будет играть и другим не даст но смущает то что манчестер сити крайне редко играет на 0 крайне редко бывает но редко вообще поэтому ну 20 может быть 02 вот как не знаю вот сегодня в англии 4 матча я все разбирать не буду почему потому что это суббота суббота это у нас знаете такой черновик а вот воскресенье мы уже мы видим как сыграли первые матчи и делаем упор уже на статистику тура на на конец тура как значит чем тур должен закончится чем сердце успокоится а именно сколько будет ничьих сколько будет побед гостей хозяев забитых голов и так далее в конце воскресенья уже завтра будет подводиться итог поэтому суббота это только начало поэтому в субботу берем последние матчи ньюкасл волверхэмптон здесь скорее всего обе забиты два с половиной больше то же самое германия липциг боруссия мюнхенглаба обе забью два с половиной больше и значит теперь смотрим вот по германии что интересно да с этим определились и так сегодня говорят бавария кель мы знаем что бавария последний матч выиграла они играли в субботу выиграли они у латсо по моему значит я играл сто процентов что бавария там победит 4 1 вопросов не было могли какое было обоснование ребят бавария выиграл у барселоны 82 82 полгода назад у барселоны выиграл 82 учился но 4 выиграли в лондоне но какие могут быть вопросы против латсо просто победа бавария это было сказано перемотайте было сказано что реал выиграет у а таланты что мачестер сити выиграет тоже на выезде они все выиграли вот хотя кое-кто кое-кто там сомневался поэтому бавария бавария вот здесь кельном я думаю больше трех голов не забьет вот мое мнение такое потому что все таки с латсо они там перенапряглись но бавария мы знаем что бавария слила энтракту перед тем как обыграть латсо понимаете может ли баваре два матча подряд проиграть чемпионате германии вряд ли вряд ли вот можно что-то наверное минималистическое будет в исполнении баварии бавария вот у них выиграла начать в кельне так 1214 кто не знает город кельн дал название такому слову как кода колон потому что по-французски кельн колон и о д по-французски вода из кельна поэтому игра так 4010 114 то есть кельн тоже вот то есть считатки 1011 были проскакивали да не думаю что баварик будет выносить вот фолы в германии не заходят значит победа баварии в первом тайме по угловым с форой вот здесь вот победа вообще баба значит баварии по угловым во всем матче с форой вот такие вставки можно взять значит борусь и дортмут армения борусь и тоже одна аналогично то есть она обыграла у нас севелю кажется на выезде вот 17 числа но это было уже давно потом она сыграла шальки 04 и теперь у них ответ на где-то 9 10 марта то есть на этом их заставить внимание не будем здесь борусь а вот она с армения так 606 111 я думаю здесь просто вот тотал второго тайма полтора больше полтора был даже как аналberス или когда играл по ник тепла забили они вкидать ушибой стану короче голы в обоих таймах вам на базаре тоже можно взять в кульном голы в обоих таймах за рубль 45 как заиграть возьмите на 15 минуте бавария редко вначале забивать бавария забиваешь в конце второго тайма в конце первого тайма вот так вот есть такая таблица значит реал тоже вот есть такие команды которые как правило забивают в конце таймов почему есть объяснение Объясню только я, больше никто вам не объяснит Потому что имея в составе таких высококлассных игроков Не буду называть их фамилии, именно вы всех прекрасно знаете Они за счет усталости соперника И именно в конце первого тайма и в конце второго Используя ошибки защитников за счет того, что те уже устали А эти имеют очень хороший класс подготовки Они забивают голы в конце первого тайма и в конце второго Манчестер Сити это команда, которая забивает голы в середине матча То есть это конец первого тайма, начало второго Почему так, тоже надо, ну видимо надо спросить у Гвардиова И так далее, такие моменты тоже нужно заигрывать Каким образом, например, мы знаем, что Бавария всегда забивает в конце Реал забивает в конце, еще кто-то забивает в конце И вот у нас, например, на табло горит 0-0, идет 80-я минута Наша ставочка какая? Ну какая наша ставка? Будет гол, мы не обязательно берем Бавария забитый, Реал будет Просто в этом матче будет гол, за коэффициент троечка, понимаете? И все Или, например, мы вот, идет какой-то матч Мы, например, думаем, забьет эта команда или не забьет Не берите, что она не забьет Берите меньше одного, потому что если она забьет, у вас будет возврат Если она не забьет, у вас сыграет Вот такие моменты Пускай это будет рубль 40, пускай это будет рубль 50, но это будет не проигрыш Итак, Барусь и Арминия здесь голы в обоих таймах И Барусь полтора больше Вот, Арминия слабая И Вольцбургерта здесь Короче, Германия, вот смотрите, по субботам играет как Один тур у них, значит, обе забьют, проходит Одна суббота Следующую субботу у них обе забьют, половина нет Вот сейчас часто стало по субботам, что половина матчей, обе забьют нет Но полтора больше практически везде Да, где-то проскакивает 0-1, 1-0 Вот, еще такой момент Сегодня у нас Значит Фенел, да, начинается Фенел просто везде три меньше Если вы возьмете там 10 матчей и все три меньше У вас, скорее всего, один матч будет больше трех Может быть 2-2, да, какой-то Все остальные зайдут Может быть, уже было много раз, когда первый тур Именно вот этот конец марта Конец февраля, начало марта Все матчи меньше десяти Меньше трех Все, берите, вот, и там Разделите, как-то, знаете, по три, по два Да, и с коэффициентом, например, два, чтобы был коэффициент два Например, берете три события Меньше трех, меньше трех, меньше трех Три матча берете, да Коэффициент у вас больше двух Делите на три экспресса Вот, и можете на четыре как-то разделить У вас два из четырех заходят С коэффициентом выше двойки, вы в плюсе Ну, по пятьдесят, по сто рублей Попробуйте поэкспериментировать В ФНЛ я не лезу, потому что там Ну, понимаете, это Все понятно Договорники, чемоданы денег и так далее Итак, вернемся к чемпионату Германии Гвоздь программы Липцик, Боруссия, Мюнхенгладбах Понятно, что команды играли Недавно в лиге Чемпионов Боруссия Значит, Липцик проиграл, ну, это было десять назад Ливерпулю, где я говорил, что обе забьют Нет, скорее всего Скорее всего Хотя ждал ОЗ, говорю, ну нет, Англия не любит ОЗ Повторюсь И Лига Европы это показала И Тотенхэм В сухую И Лестер в сухую Кроме Арсенала И Манчестер Сити, да, по-моему Там сухой обыграл Нет, Манчестер Сити пропустил Вот, кстати, Мюнхенгладбах с ними играл Нет, 0-2, 0-2, да Все Это у кого-то другого 0-2, то есть Опять Англия в сухую Значит, Липцик Липцик После этого обыграл Герту После того, как они проиграли Ливерпуль 26-го Борусия играла Вот на этой неделе с Манчестер Сити Борусия уставшая Вот, хотя они вообще там не сопротивлялись Там и желтых мало было у них И вообще ни одной желтой не было Вот, если не ошибаюсь И фолов было мало По фолам победила мы То есть команда Такое ощущение, что они Вот непонятно, насколько они устали Может быть, они готовились К Липцику Но Липцик свой матч сыграл неделю назад 21-го Поэтому Липцик свеже отдохнувшие Все-таки Борусия играла Как ни крути Она играла с Манчестер Сити Это сильнейшая команда Пожалуй, с Баварией На сегодняшний момент в мире И я бы хотел увидеть финал Манчестер Сити-Баварией Это было бы круто Так, они играют 2-2, 2-0, 2-2, 1-1 То есть тотал меньше 4-х здесь Но... Так, ну Борусия ясно, что уставшая Липцик такой тоже Дома много не забивает Много дома не забивает он Вот, тем более, таким командам Вот, поэтому Здесь коэффициенты на Липцик какие? Рубль 60 Но... Липцик-то идет на втором месте у нас Вот в чем дело И до Баварии рукой подать Если он сегодня выиграет А Бавария подать Липцик на первое место возвращается Но Липцик прекрасно понимает Что ему не дадут Потому что это восточная Германия Это все равно, что вот Русские победили фашизм Да, нет, не дадут Им не дадут И поэтому Здесь просто обе забьют Вот так мне кажется Значит Еще раз В Германии не заходят фалы Не заходят фалы Вот В Германии более-менее заходят угловые Те, кто должен подать И по Баварии Вот такие вот команды Где идет четкая статистика Значит Смотрите Сегодня Предварительно Я разобрал матчи РПЛ Наши, да Их сегодня 4 Я их назову В 14.00 Химки Уфа Здесь по традиции Мы ждем тотал меньше 3 Уфа не проиграет Возможно победит Что-то типа 1-0 Любимый счет Но Откроем Посмотрим Как они играли Химки недавно появились В высшей лиге Недавно они слили свой матч На кубок Крыльевым советом Вот 0-1 Они один раз сыграли Но это был 13-й год Вот типа что-то этого мы и ждем Вот был еще вот 1-2 И 3-2 Уфа выиграл у себя Но это 12-й год А 1-2 Это был 20-й То есть Химки выиграли у них в ноябре Конечно Уфа приедет мстить И Ну там поменялся тренер Значит Здесь победа Уфы по желтым карточкам И по фолам Вот Вот это здесь Мы видим Значит Зенит Ростов Тут все понятно Зенит больше полтора Гола забьют И недалка Зенита Больше полтора И Зенит Я думаю что победит В этом матче После фиаско Который они потерпели От Арсенала На Кубок России Это конечно позор был Я смотрел весь матч Это был ужас Здесь Зенит победа Зенит получит Полторы желтых карточки И победа Ростова По фолам Вот так Здесь тоже я жду Наверное Вчера с желтыми не угадали Ждал 4,5 Но там просто Тамбов с Ротером Не сопротивлялся Вот Но там было четко сказано Что будет много нарушений Что значит много нарушений Это фолы будут 28 больше 30 фолов 30 фолов они получили То есть здесь было угадано Так Поэтому По желтым Зенит Ростов Пожалуй Ростов Должен больше получать Желтых Так Локомотив ЦСКА Я вчера этот матч разобрал И одновременно Начинается Сочи Арсенал Тула Тут наверное Сочи как обычно Подаст свои 5 угловых Сочи должен тут победить Скорее всего В этом матче Обе забьют И 2,5 Больше Сочи должен победить Что-то типа 2-1 3-1 Мне так кажется И теперь возвращаемся К итальянскому и испанскому чемпионату То есть картинку дня Я вам нарисую КХЛ Мы сегодня не лезем Почему КХЛ Последние матчи Там уже восьмерки Все определены Спартак обеспечивал Витязь пролетел Все Команды будут сливать Отдыхать Они уже будут готовиться К кубку плей-офф Гагарина Значит К плей-офф кубка Гагарина И Вот эта расстановка сил Кто на кого попадет Понимаете Кому с кем лучше играть Это темный лес И можно сегодня Вот встрять конкретно Какие-то команды Могут откровенно Просто проиграть 0-6 Там Условно говоря Какой-то Динамо Риги Выпустить молодежный состав Вот как ЦСКА Проиграл же Риги Недавно А я предупреждал Потому что ЦСКА с Ригой Там особые отношения Почему Потому что Тихонов Тренировал Виктор Тихонов Раньше тренировал Ригу Очень долго Потом ЦСКА И вот эта пуповина Она тянется С 70-х годов Хотя Тихонов уже умер И все поменялись давно Но В руководстве Команды Это помнят Итак Испанский чемпионат Здесь я выделяю Два Хитафи Валенсия И Севилья Барселона К Хитафи Здесь надо брать фолы Однозначно И желтые карточки Севилья Барселона То же самое Я думаю Что Но мы откроем И посмотрим Дело в том Что смотрите Севилья с Барселоной Вот как по аналогии Атлетика И Леванта Играли два матча подряд Первый матч 1-1 Сыграли А Атлетика Нужно было играть В Лиге чемпионов Потом С Баруси С Челси С Челси А второй матч Проиграть на своем поле Понимаете И здесь то же самое Почему Потому что Барселоне С ПСЖ Играть ответочку 10 или 9 марта Но Барселона играет Сейчас Севилья В чемпионате И через 3 дня Опять же Севилья Но уже на кубок И вот тут Нужна стратегия Из двух матчей Как правило Оба матча Меньше 4 уголов Меньше 3 Меньше 3,5 Почему Потому что команды понимают Ну зачем сейчас Много забивать Ведь если мы Много сейчас забьем А через 3 дня Патроны мы где возьмем Патроны же кончатся И надо еще где-то Ну конечно есть Месси Можно взять Гоу Месси Например Вот это Эль Классика Мы знаем Что Барселона С Реалом И с Атлетика И наверное Любят так 0-0 Иногда понимаете Все же грузят Что там будет 3-3 4-4 А там 0-0 Часто так бывает Барселона Все кидают Поэтому здесь Фолы Ребят Фолы Надо брать Скорее всего Барса получит 2 желтых Своих Как обычно Вот Ну давайте Откроем Посмотрим Потому что Таблица Менделеева О чем нам Говорит она Барселона На третьем месте 50 очков Реал 52 Атлетика 55 5 очков Отрыва До Атлетика Но Ниже Барселона Идет Севилья 48 очками У которой Одна игра В запасе Таким образом У Севильи Есть Такой хороший Зуб На Барселону И мотивация Обыграть Севилья Очень мало Забила В этом чемпионате Всего 34 гола В 23 матчах И меньше Всех пропустила Всего 16 Столько же Сколько И пропустил Атлетика Которая Отличается Железобетонной Защитой И прекрасным Нападением 45 на 16 У Атлетика Но к нему Мы еще Вернемся То есть Атлетика Свои матчи Выгодят Примерно С счетом 3-1 Вот так Условно говоря Хотя На самом деле 2-0 То есть Тут он меньше Итак Севилья Севилья Значит С Барселоной Как они играют Думаю 2-0 0-0 2-4 2-0 0-5 То есть Обе забьют Нет У них И Севилья Больше 2-х Не забивает Ну и Я думаю Что здесь Просто Тотал Меньше Наверное 4-х Давайте Посмотрим Сколько Дают На это Повторюсь Командам Нет Никакого Смысла Бежать С шашками На голу Удивлять Друг друга Чем-то Там Никого Ты Ничем Не удивишь Меньше 4-х Туда Рубль 22 От Копейки 3-50 Вот 3-50 Меньше Дают 3-50 Меньше Дают Рубль 50 Уже Вот Поэтому На Победу Севилья Дают Большой коэффициент 3-30 Значит Смотрите Предпосылки К тому Чтобы Севилья Выиграла Смотрим Последние матчи Кто С кем Играл Смотрите Барселона Играла С Эльчи 24-го числа И выиграла 3-0 Наша Ставка Там Была Такая Барселона Меньше 4 уголов И Соединились Аталанты И Зашло Аталанта Меньше 3-х Значит Аталанта Вообще Обосралась Против Реала 0-1 Все четко Вот Но Барселона Мало Отдыхала Она Отдыхала Всего 3 дня А Севилья Отдыхала Хорошо Поэтому Севилья Не проиграет Тот Он Меньше 4-5 Вот Так Пускай Там Будет Рубль 50 Все Почему Она Должна Проигрывать Еще И на Кубок Наверное Обыграет Там Но Кубок Это Одинная История Барселона Как Зачем Сигнал Этот Кубок Испании Значит Хитафи Валенси Здесь Определись Я Не Рекомендую Лезть Эйбар Уэст Вообще Испанский Чемпионат Последняя Тенденция Обе Команды Забьют Как Это Заиграть Полтора Больше Ну Скажите Маленький Коэффициент Ребят Ничего Страшного Берем На 15 Минуте Полтора Больше Полтора Больше Это Еврейское Забьют Еврейское Обе Забьют Придумал Я И термины Такие Как Например Командопрокладка Тоже Я Придумал Глубина Статистики Плотная Статистики Тоже Термины Которые Я Предложил Как Новаторские В деле Нашего С вами Бетинга Ставок Итак В Италии Сегодня Три матча Специя Парма Болони Лацио Верона Ювентус Конечно Мы Смотрим На Кто Как Играет Мы Смотрим На Статистику Тура Это Игорек За 100 Тысяч Рассказывает Я Рассказываю За 200 Рублей У себя В группе Каждый День Повторяю И повторяю Итак Верона Ювентус В этом матче Мы ждем Тотал Меньше Ювентуса Меньше Двух Здесь Скорее Будет Какая Сухая Максимум 2-2 У У Верона Здесь Есть Шансы Хорошие Шансы Не Проиграть Верона Не Уступчивая Команда Помню Недавно Брали В том Году Верона Не Проиграет И по Мому Они Так Сыграли Что Типа 2-2 Специя Парма По традиции Первый Матч В Италии Мы ждем Меньше Трех Но Не Исключено Обе Забьют Что Типа 1-1 Глубоко В этот Матч Я лезть не буду Надо смотреть Уже и так На 26 минут Наговорил Ну ладно Открою Потому что Все Италия Мы на ней Заканчиваем Италия Мне нравится Тем Что ОЗ 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 Понимаете Постоянно ОЗ Постоянно 2,5 Больше Вот Веселый Футбол Зрителей Нету Этна Извергается Везувий Значит Спит Но Когда он Проснется Я не знаю Что там Будет Вот Пандемия Все закрыто Мы все Едем В Италию А нафиг Это нужно Не надо ездить В Италию И в Испанию Тоже У них все Закрыто У нас В Сочи Все открыто Значит Специя С Пармой Дело в том Что у них Маленькая глубина Статистики Вот они играют Город Город Парма Это значит Это Парма То есть Парма так и называется Пармалат Молочный комбинат Концерт Который производит Молочные продукты Значит Кто не помнит 20 лет назад Была сильнейшая команда В мире Потом вылетела Из Вишелиги Из серии А В серию Б Значит 2-2 они играют В Парме В 20-м году В 18-й год 0-2 Парма обыгрывает их И 0-0 Они играют Значит В 17-м году Вот и вся плотность Статистики То есть Плотности статистики Здесь нет Значит Обе команды Стоят Внизу таблицы Парма В зоне вылета 14 очков Специя Не вылетает 2-4 Хороший Комфортный Отрыв От калия Идущим В 18-м И вылетающим В 9 очков То есть Специя Практически Себе Обеспечила Безбедное существование Скажем так Комфортное Но очки Тоже нужны Поэтому Но Парма Может огрызнуться Понимаете Поэтому Вывод какой Обе команды Забьют Вот и все Ну Тотал меньше 4-х Ну 2-2 Это максимум Я думаю Но всякое бывает В этой жизни Значит Смотрите Давайте Что это Копаться в них Есть Болуни Лацо И здесь понятно Лацо уставшая После Лиги Чемпионов Когда они там Какое число Они играли Они играли С Баварией Все Они устали Бавари их укатало Затоптало И так далее Вот помните Был такой Бавари Карстен Янкер Начало 2000-х Помните Конец 90-х И вот он В Спартаке Играл Ковтун Защитник Ковтун 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 Помните Югославия забила Гол И который Нас вывел На чемпионат мира И вот Юрий Ковтун Защитник Его спросили Вот кто Самый тяжелый Нападающий Против которого Приходилось Играть Он говорит Против Карстена Янкера Он мне говорит Просто затоптал Во-первых Чувак был Метр 90 Весил 90 килограмм У него нога была 48-го Размера Какого-то 49-го Растоптанная И выглядел он Как этот Кто помнит Был такой Юрген Бригель В сборной Германии В 1982 году Бывший Десятиборец Они взяли Десятиборца И поставили В сборную Германии И они стали Чуть ли не чемпионом мира В финале Италии Прогали 3-1 По-моему Бригель фамилия была Вот такой же Карстен Яркин Затоптали Это Лацо Лацо Затоптали Просто Поэтому Лацо Здесь Не выиграет Не выиграет А значит Здесь просто Болония Двойной шанс На Болонию 3-80 3-80 Ну и что Болония Возьмите на Болонию Двойной шанс Да и все Господи Болония Значит идет На 12 месте Лацо На 6 40 Лацо Понятно Что никуда Не попадает В Лигу Европы Но не в этом матче Им брать очки Они сейчас С Баварии Отыграют Уже понятно Что они вылетают И для них Это вообще Большой успех Что Лацо Вышло из группы Лацо Лигу чемпионов По-моему Не выиграла Никогда Не кубок чемпионов Насколько я помню Вот И для них Это нормально Вылететь Почетно от Баварии И они спокойно Доиграют свой чемпионат Займут 6 место И поедут в Лигу Европы На следующий чемпионат Значит Болония С ними играет Так 2-2 19-й год Дома 0-2 18-й проиграет 1-2 0-2 Короче Лацо Все время По 2 гола Загает им Все время По 2 гола По 2 гола Итак Тотал Лацо Меньше 2 В этом матче Тотал Лацо Меньше Ну может 2,5 Все Заход 100% После Баварии Они будут Болония Тоже не будет На них смотреть Просто так Тоже им забьют Поэтому Вот Еще раз 2-2 0-2 1-2 0-2 2-2 0-0 0-0 0-2 Вот В последних Восьми матчах Было Или 0 Или 2 Или 0 Или 2 Вот Я надеюсь Что в этом матче Болония Выиграет 2-0 Наконец У них Так И вот Верона Ювентус Наше Все 20-45 Здесь Мы ждем Обе Забьют 2,5 Больше Но в идеале 2-1 Может быть Ювентус Выиграет Максимум Ювентус Уставший Значит Они Играли Последний Матч С Каратони Перед этим Проиграли Порту Но С Порту Ответочка У них Будет 10 Марта Примерно Вот Верона Сыграла 2-2 По традиции В своей Манере С Дженуа Вот И они играют Значит так Ювентус Дело в том Что отдохнул Уже после Порту Не такой Что он уставший Они проиграли Порту 2-1 Там тоже Они отдыхали Я смотрел Весь матч Ну сами себе Гол забили Бетанкур Сам себе Привез И судья Там напортачил Там Не дал Пенати На последней минуте Там Ювентус Должен был Побеждать 2-1 Один гол Себе забили И Пенати Чистый 100% На 93-й минуте Что я не дал Ну что это такое Беспредел Вот И после этого Ювентус обыграет Каратоне Злой как собака Вышел и обыграл Но спустя Пять дней После Порту И так Ювентус отдохнул Еще пять дней И приезжает В гости к Вероне И вот Верона 8 февраля Прошлого года Их обыграет 2-1 Вот И Ювентус Конечно про это Помнит Поэтому Ювентус В этой игре Сегодня не проиграет Не проиграет Но Обе забьют 1-3 Ювентус 17-й год 2-1 Верона 16-й 2-2 2-2 Вот такие счета У них Проходят Обе забы 2,5 Больше По таблице Ясно что Ювентус Наверное Уже не станет Чемпионов 45 очков Игра в запасе Если он Сегодня выиграет То В пяти очках Он останавливается От Интера Который Вылетел Из всех Европейских Кубков И на всех парусах Мчится К Скудетам Кто не знает Скудетов По итальянски Это чемпионство Верона На девятом месте Тридцать четыре очка Верона Вряд ли займет Шестое место До которого Вот Лац Сейчас Отрыв Девять очков Верона Крепкий середнячок Такой Это тоже Представляет город Такой Городообразующий предприятие Это команда Верона Старинный город Откуда по-моему Ромео Джулетто По-моему В Вероне Все это происходило Точно не помню Вот Поэтому Подоплека такая Что Ювентусу Тут очки Нужнее Значит Можно взять Голу Ронагу Не зайдет Берем на следующий На следующий матч Значит Если коэффициенты Такие Как гол Месси И гол Рональда И гол Ливандовский И гол Значит Холланда За Боруссию Который в каждом матче Меньше двойки Не берем Пока в лайве Не вырастет до двойки Как только в лайве Вырастает коэффициент До двойки Мы тут же берем Почему? Если в этом матче Вышеупомянутые Уважаемые футболисты Не забивают гол Забивают они В следующем матче Таким образом коэффициент двойка У нас возвращается Со второй попытки Рональд забил 18 голов На сегодняшний день Лукако 17 Это тоже нужно учитывать Они Это принципиальное соперничество Понимаете? При том что Оба они не итальянцы Но выступают в итальянском И Чиро и Мобили Неувидающие 45-летние 14 голов Красава Ибрагимович И вообще 54 года уже Человеку 14 голов забил И так далее Ребят Все Большой прогноз Всем большое спасибо Еще раз напоминаю Каждый из вас Может снять на видео На телефон Свой прогноз Любой Желательно коротенький Высылайте Я буду выкладывать Люди пускай смотрят Пускай страна знает Своих героев Пускай страна знает Сколько у нас талантливых Умных прогнозистов Которые Лучше Значит Там Черданцева И так далее Делают прогнозы На футбол Переходите Также в телеграм Который в комментариях И регистрируйтесь В Малбете Малбет Одна из лучших контор У меня с ними прямая связь Я их официальный партнер Техническая поддержка С моей стороны обеспечена Вывод денег 100% Быстрый Всем привет Сочи В Сочи Плюс 10 До свидания